Сотрудники МЧС, которые неожиданно вмешались в увлекательный процесс зимней рыбалки, и мне чуть не смутили заядлого рыбака Андрея Демчила. Напротив, мужчина провел у нас по местам так называемых ловушек для улова, продемонстрировал снасти, поделился успехами. И хотя они незначительные, Андрей не унывает. Долгожданные зимние рыбалки он ждал целый год. И о средствах защиты не забыл, только вот жилет еще не приобрел. Есть пешня, уже не первый год стараюсь проверять пешню перед собой. Лед такой, сантиметров 10 возле берега, безопасно. Дальше нет, дальше туда не рекомендую идти. А вы на какое расстояние отошли от берега? Ну вот, наверное, метров 70-80, все. А там дальше уже все, там пешня пробивается с одного раза. Эксперимент, который мы провели вместе с рыбаком, показал, лед на водоеме 10 сантиметров, а значит надежный. Только вот не на всех участках. В центре должная толщина еще не достигнута. Рисковать мы не стали. Опасность может поджидать даже на крепком, казалось бы, льду. Отличный рыбак – это не только богатый набор снастей и удача, а обязательные средства защиты с собой. В арсенале обязательные спасалки с крепкими стальными и титановыми шилами. Свисток, средства связи, ледобур. С его помощью можно не только пробивать лунки, но и проверять прочность льда. Есть вал в случае, если провалится, чтобы мог другой человек вытащить. Борис – любитель зимней рыбалки с 7-летним стажем. В первые морозные дни он уже побывал на многих водоемах области. Сказался природный азарт. Один день заедешь, может, в большой улов, в следующий день заедешь, ничего клевать не будет, на тех же местах, на которых ты проходил. То есть тоже нужно попасть, нужно ездить, искать, смотреть. Интерес рыбаков вполне объясним. Главное, чтобы он уступал здравому подходу к делу. Спасательный жилет в первую очередь. Ну и просим мы, конечно, с собой иметь какую-то веревку с грузом на конце, чтобы можно было или себя спасти, или соседа помочь. Обратно же, повторяюсь, уже не первый год, одно и то же. Просим, ну не надо ловить где-то в таких отдельных единичных местах одному человеку. Лучше где-то на видимости соседних людей, чтобы кто-то был всегда под присмотром. Не стоит переоценивать свои силы в деле спасения утопающего. Звонок на номер 101 обязателен. Работники отдела напоминают рыбакам, любителям зимней рыбалки, о важности соблюдения мер безопасности в период становления и таяния льда. Рейдовые мероприятия проводятся совместно с работниками свода. Важно помнить, на льду может случиться всякое. Рыбаку следует заранее позаботиться о многих вещах. И тогда хорошая рыбалка будет равно безопасная. София Бережная, Владимир Казаков, телерадиокомпания, Брест.